Санта-Клауса Соррентина. Сегодня мы пьем столько колы, что уже давно должны были стать бессмертными. Как же у нее получилось покорить мир? Вредно ли пить Кока-Колу? И правда ли, что раньше в состав напитка входил кокаин? Говорят, что наш канал, как и Кока-Кола, вызывает привыкание. Зато он точно не портит желудок. Подписывайтесь и ставьте лайк под этим видео, чтобы мы стали так же популярны, как Кола. Кока-Кола появилась в конце 19 века. Придумал ее американский фармацевт Джон Пембертон. Он получил тяжелое ранение в гражданской войне, и чтобы облегчить боль, ему приходилось принимать морфий. Это было единственное обезболивающее средство в те времена. В итоге у Пембертона развилась тяжелая зависимость. Чтобы с ней справиться, он начал эксперименты в своей аптеке. Его внимание привлекло популярное в Европе французское вино. Оно было почти обычным, за исключением одного ингредиента – кокаина. В 1886 году в Атланте и в округе Фултон ввели сухой закон, и Пембертон разработал безалкогольный вариант этого вина. Помимо кокаина, Пембертон добавил в формулу орех-кола – источник кофеина. Можно представить, какую бодрость духа давал этот напиток. А в качестве базы была выбрана содовая. Она была очень популярна в то время. Считалось, что она помогает бороться с болезнями желудка. Так появилась первая кока-кола. Сперва кола продавалась в аптеках и автоматах с газировкой на разлив, как напиток для воздержания. Один стаканчик стоил всего пять центов. Любой мог позволить себе освежающую газировку. Пембертон утверждал, что его напиток – лекарство от всех болезней. Со временем стали появляться и аналоги напитка, и Пембертон понял, что пора брать быка за рога. Один стаканчик кока-колы стоит пять центов. А доступ к пятистам видео-саммари обо всем на свете стоит 300 рублей. Слушайте фоном саммари про историю, психологию, философию и получите готовое экспертное мнение по любому вопросу. Но главное – не забудьте про промокод ТЮБ30. Активируйте его в поле «Ввести промокод» и получите бесплатный доступ ко всем нашим саммари на целый месяц. Переходите по ссылке в описании. История создания Coca-Cola Company больше похожа на детектив. В 1888 году Пембертон и четыре бизнесмена из Атланты заключили партнерство по производству колы. К этому времени у напитка уже было название. Его придумал секретарь Пембертон. Это было просто. Что входит в состав напитка? Экстракт листьев коки и кофеин из ореха колы. Вот и вышла легендарная газировка. Секретарь придумал и легендарный логотип. Название, написанное самым популярным рукописным шрифтом того времени. Джон разрешил другим партнерам использовать рецепт напитка. Но эксклюзивные права на название отдал своему сыну Чарли. Однако еще в 1887 году Пембертон продал рецепт колы известного бизнесмену Эйсе Кендлеру. Тот основал ту самую Coca-Cola Company, которая существует и по сей день. Пембертон в итоге обнищал, а Кендлер сказочно разбогател. Единственной занозой для него оставался Чарли, владевший правами на название напитка. Поговаривают, Кендлер даже пытался выкупить права прямо на похоронах Джона Пембертона. В конце концов, беспринципный бизнесмен все же смог получить контроль над всей Coca-Cola. Позднее всплыли истории, что подписи Пембертона и многих других владельцев оригинальной Coca-Cola в документах о продаже доли Кендлеру были подделаны. Но это ни к чему не привело. В 1893 году появился тот самый знаменитый логотип компании, который дошел до наших дней почти без изменений. В это же время случилась настоящая революция в деле продажи Coca-Cola. Бизнесмены придумали продавать ее не на разлив в стаканчиках, а сразу в удобных стеклянных бутылках. Здесь все тоже было не так просто. Кендлер попался на удочку других хитрецов, которым он продал полный контроль над разливом Coca-Cola всего за один доллар. Кендлер не сразу понял, как сильно он просчитался. Компании пришлось потратить очень много времени и сил, чтобы вернуть разлив под контроль. Кола завоевывала Америку. Она продавала с десятками тысяч бутылок. Шли десятилетия, начинались и заканчивались войны и кризисы, а бутылочка колы продолжала стоить пять центов, как в самом начале своего пути. Все же есть и на свете стабильность. В конце концов, в 1919 году Кендлер продал свою долю в компании группе инвесторов за 25 миллионов долларов. Так, вложив когда-то две тысячи долларов в бизнес больного аптекаря, он смог заработать десятки миллионов долларов. А создатель оригинальной колы так и умер в нищете. Интересно, что история Пепси, главного конкурента Кока-Колы, началась примерно в то же время. В 1893 году другой фармацевт, Калеб Бретхем, создал свою версию прохладительного напитка. Общего с оригинальной колой было мало, и компания быстро росла. История легендарного соперничества могла закончиться в середине 20-х годов. Из-за неудачных финансовых решений и спекуляции на сахаре компания обанкротилась. Владельцам Кока-Колы трижды предлагали купить конкурента, но они раз за разом отказывались. Если бы они только знали, как сильно ошиблись. Пепси восстала из пепла с началом Великой депрессии. Денег у людей было мало, работы не хватало. В Пепси придумали гениальную идею, просто стали продавать почти в два раза больше напитка по той же цене. Это позволило Пепси во многом опередить колу и стать одним из главных напитков Америки. Так началась легендарная вражда, которая длится до сих пор. Не менее интересна история одного из самых популярных напитков в портфеле Кока-Колы – Фанты. В 1940 году многие страны прекратили торговлю с нацистской Германией. Туда прекратили поставлять сироп Колы. Тогда руководитель местного отделения компании решил создать новый напиток из того, что есть под рукой. Он сильно отличался от Фанты, которую мы знаем сейчас. В его состав входили яблочный жмых и молочная сыворотка. Так немцы начали пить Фанту. А после войны в 1960 году Кока-Кола выкупила права на бренд и превратила его в привычный нам апельсиновый напиток. Кока-Коле уже больше ста лет. Мы тоже хотим еще сто лет радовать вас новыми роликами. И нам просто необходима ваша поддержка. Ведь у нас на канале нет сторонней рекламы и донаты мы не собираем. Единственный способ нас поддержать – оформить подписку. Вы получите доступ к сотням видео-саммари об истории, психологии, философии и многом другом. А мы сможем дальше делать новые ролики. Тем более сейчас действует скидка 67% на годовую подписку. Ловите специальный промо-код для подписчиков канала – ТЮБ-30. Он даст вам месяц бесплатного доступа ко всем саммари. Посмотрите, убедитесь в качестве и оставайтесь с нами надолго. Переходите по ссылке в описании. Кока-кола не смогла бы покорить мир, если бы не множество гениальных идей, которые приходили в головы маркетологам компании. Именно реклама сделала колу главным напитком всего мира. Так, в 1931 году появилась первая реклама колы с Санта-Клаусом. Фирменные цвета компании – красный и белый – удачно сочетались с традиционным образом рождественского волшебника. Так постепенно кола стала напитком праздника, который пьет даже сам Санта-Клаус. И его образ часто использовался в рекламах. Кола вообще часто давит на атмосферу праздника и семейного уюта. Вспомнить хотя бы легендарную рекламу «Праздник к нам приходит». В США кола также ассоциируется с Днем Благодарения. Кола стала символом американского образа жизни, поэтому во многих странах с напитком были сложные отношения. По легенде, маршал Жуков так полюбил колу, что после Второй мировой войны специально для него компания сделала бесцветную версию, чтобы никто не догадался, что великий маршал Победы во время холодной войны пьет вражескую газировку. Какое-то время на советском рынке монополистом была Пепси. Все началось в 1950-е годы, когда Хрущев попробовал эту газировку на выставке американских достижений и очень ее полюбил. В 1973 году Пепси стали продавать в СССР. Но в 1980-м кола стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве и смогла, наконец, разрушить монополию. Ну а с началом перестройки в СССР кола появилась и в рекламе. Почему же все так полюбили колу? Говорят, все дело в ее секретной формуле. Точный состав Кока-Колы держат в тайне, а рецепт хранится в надежном месте. По легенде, только два человека в компании знают рецепт напитка, причем каждому известна только половина формулы. Но это, конечно, миф. Состав газировки отличается от страны к стране, как и ее вкус. Хотя на заводы действительно поставляется готовый сироп без информации о том, что в нем. Раньше в состав Колы входил экстракт листьев Коки, тех самых, из которых делают кокаин. Но со временем от этого отказались. Хотя современные расследования показали, что, похоже, Кока до сих пор входит в рецепт, пусть и полностью очищенная от наркотического вещества. Но кто знает, может именно поэтому Кока-Кола вызывает такое привыкание и популярна по всему миру.